В эфире «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Ну, все внимание я предлагаю обратить на Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы, который в нашей студии. Алексей, добрый день. Добрый день. Я напоминаю нашим слушателям, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира, и вы можете заходить на наш сайт и задавать вопросы гостю особого мнения. Хочу спросить, Алексей, 14 февраля состоялось очередное заседание Гордумы, да, и там сразу минус три депутата. Юрий Шелинзон, который отказался от должности, не пожелал работать, в том числе была принята отставка Дмитрия Тружкова, плюс Михаил Юсупов ушел на должность исполняющего обязанности министра образования Кировской области. Вот не кажется ли вам, что такие периодические приходы в Городуму уходы как-то подрывают ее вес, что ли, авторитет? Не кажется вам? Нет такого, что люди пришли туда и работают? Ну, вы знаете, вот именно эти случаи, которые произошли в Городской Думе, а именно, скажем так, массовый исход депутатов, это все ложится на плечи непосредственно этих депутатов и партий, которые их выдвигали. И проблема заключается в том, что абсолютно во всех политических партиях есть ротация, в том числе и у нас в партии была замена депутата Справедливой России. Справедливой России, да. Поэтому, мне кажется, это нормальный процесс. Другой вопрос, что эти депутаты дают обещания своим избирателям, и когда избиратель за них голосует на выборах, он надеется на этого депутата, именно на этого человека, чтобы он представлял его интересы в Думе. И когда депутат просто берет и слагает в себя полномочия по каким-то объективным или необъективным причинам, ну, мне кажется, это все-таки ответственность перед избирателями, перед своими избирателями. Поэтому надо здесь обращаться конкретно к депутату, кто слагает свои полномочия, и конкретно к партии, которая его выдвигает. Но в целом это, на ваш взгляд, не слишком хорошо для авторитета городского парламента. Конечно, это нехорошо. То есть, пустеют ряды депутатов, уже не 36 человек, как по уставу положено, а уже гораздо меньшее число депутатов, поэтому, скажем так, и решения принимаются уже исходя из того количества депутатов, которые есть. Следующей темой хочу обсудить ситуацию, которая складывается в нашем городе. Со дня на день будет вторая годовщина, со дня убийства Бориса Немцова. Я знаю, что во многих городах страны, в том числе и нашем, планируется некое мероприятие, приуроченное к этой дате. В частности, у нас анонсируется так называемый марш Бориса Немцова. И сейчас организаторы данного мероприятия пытаются добиться согласования, разрешения от городской администрации. Они планировали изначально пройтись с шествием по Московской театральной площади до Вечного огня. Городская администрация им этот маршрут не согласовала, ссылаясь на то, что... На свое же постановление ссылаясь от 2015 года, где четко сказано, что вот данная территория, театральная площадь, в том числе образовательные учреждения, здесь массовые мероприятия проводить нельзя. Мэрия им сказала, что вот, пожалуйста, идите на улицу Заводскую. В свою очередь, оргкомитет говорит, что здесь тоже проводить, по сути-то, нельзя. Здесь объекты жизнеобеспечения, так называемые, да, как говорится, в официальном документе. Ну, это вот случай, с которым мы вот столкнулись, но в целом-то проблема, да, возникает какая? По любым другим поводам, когда людям нужно высказать свое мнение, свое возмущение, получается, что сделать-то это невозможно? Так получается? Вы знаете... Или очень трудно? Вы знаете, когда этот вопрос обсуждался на уровне ЗАГС Собрания Кировской области и Кировской городской думы... А он серьезно о чем обсуждался? Когда этот вопрос был положительно принят, принят единственные партии, партии большинства, все оппозиционные партии в один голос заявляли следующее, что тем самым партия пытается отгородиться от акций протеста, от митингов, от массовых шествий и демонстраций. Естественно, это главная была задача принятия таких постановлений. Мы выступали против и на Думе мы голосовали против. Значит, вопрос заключается в том, что на сегодняшний день митинговать и высказывать свою точку зрения по каким-то острым и публичным вопросам нашим горожанам, по сути-то, негде. Потому что особенно в исторической, в центральной части города нет такого квартала, где бы ни находилось образовательное учреждение, медицинское учреждение, какой-то культурный объект. Это мы сейчас перечислили те места, где запрещено как раз. Да, поэтому именно это шествие, которое планировалось в память о Борисе Немцове, администрация предлагает его привезти на улице Заводской. У меня такое ощущение, что это и последняя улица, где действительно таких учреждений не осталось. И такое ощущение, что все оппозиционные силы будут отправляться именно туда, на улицу Заводскую. И мне кажется, улица Заводская скоро превратится у нас в место массового скопления негативно настроенных граждан. Но их там не видно, не слышно будет, если они там будут. Вот в этом-то и проблема. Что касается об этом шествии, то в заявке организаторов указано, что количество участников будет 500 человек. Но судя по опыту предыдущих мероприятий в память о Борисе Немцове, больше 20 человек там не присутствовало. Поэтому, конечно, здесь тоже определенное лукавство есть. Но в любом случае я против таких шагов по борьбе с инакомыслием, по борьбе с выражением собственных протестных настроений. Я за то, чтобы люди могли высказывать свою точку зрения, в том числе публично, в том числе через акции протеста и митинги. Но вопрос заключается в том, что Левада Центр недавно на федеральном уровне проводил соцопрос, и цифры показывают, что 75% респондентов не собираются и не будут принимать участие в различных митингах против чего-либо. Это говорит о пассивности наших граждан, о том, что они все-таки все меньше и меньше готовы отстаивать публично свою точку зрения. И это плохо. Но 25% в общем-то немало. Это немало, но и 25% надо тоже попробовать вывести на улицу, это достаточно тяжело. Есть ли, на Ваш взгляд, пути, возможности как-то пересмотра этого законодательства, возвращения снова к обсуждению? Пока в областном законодательном собрании в городской думе будет большинство за партией Единой России, этот вопрос пересмотреть не удастся. Однозначно. Точку-точку пока можно поставить. Улица Заводская, о которой мы сейчас упомянули, я думаю, в эти теплые февральские дни представляет собой не слишком зрелище приглядное. Все-таки низина, река Вятка рядышком. Я хочу поинтересоваться Вашим мнением состоянием городских улиц в такую погоду, уборкой дворов. На сегодняшний момент город, что называется, поплыл неожиданно. У нас зима приходит неожиданно, весна наступает неожиданно. Что Вы видите и как Вы оцениваете работу этих служб, которые должны, собственно, держать ситуацию под контролем? Работу этих служб, которые занимаются выполнением государственного контракта по зимнему содержанию и уборке городских магистралей, я оцениваю неудовлетворительно. Ну, безусловно, любой автомобилист, любой пешеход видит, что происходит с дорогами, с тротуарами, видит неубранный снег, видит непосыпанные пешеходные дорожки, видит полное отсутствие ливневой канализации, стоков талых вод. И поэтому оценить, хорошо или отлично работу коммунальных служб, естественно, таких энтузиастов немного. Единственные энтузиасты, кто оценивает положительную работу коммунальщиков, это заказчики городской администрации. Ну, скажем так, для того, чтобы оправдать свою работу. Естественно, ситуация не меняется уже ни одно десятилетие. Киров каждый год сталкивается с такой проблемой. Зима у нас каждый год то с перепадами температур, то с обильными снегопадами и так далее, и так далее. Постоянно находятся какие-то погодные причины, какие-то потусторонние силы, которые заставляют наш город утопать в талых водах, заставляют разрушать асфальтовое полотно. Поэтому в этой ситуации можно перейти к другому вопросу, к вопросу о том, что необходимо четко соблюдать гарантийные обязательства наших подрядчиков по укладке асфальтового полотна, по зимней уборке снега. Если не будет гарантийных обязательств, если не будет четкого контроля за этими подрядчиками, то каждый год ситуация выправляться не будет. Контроль со стороны заказчика? Со стороны заказчика. Заказчик у нас один. Это администрация города Кирова, дирекция дорожного хозяйства города Кирова. В этом году планируется, как уже анонсировали многие СМИ и областные, городские власти, планируется масштабный ремонт дорог. Действительно, достаточно беспрецедентная цифра для Кирова, это порядка миллиарда рублей. Чуть больше даже. Да, будет выделяться на ремонт городских магистралей. Единственное, опасение вызывает не то, что эти деньги выделятся или не выделятся, потому что они уже запланированы, они уже выделяются, и тендеры и контракты будут разыграны уже весной. Опасение вызывает то, что с этими цифрами могут не справиться наши подрядчики. А, то есть вы разделяете эту точку зрения, в том числе и общественными контролерами? Ну, конечно, потому что техники не хватает, компетенции не хватает, людей не хватает, поэтому есть опасение, что этот миллиард не будет должным образом освоен. Заявляется о том, что эти все средства будут разделены на несколько лотов, и это правильно, это позитивный сигнал, порядка, по-моему, 15 лотов будет, из них 180 миллионов рублей будет разыграно между субъектами малого бизнеса. Это они у нас есть? Конечно, они есть. Есть подрядчики, у которых 4 трактора, 2 бульдозера, это являются субъектом малого бизнеса, и они с удовольствием разыграют и будут участвовать в этом тендере, надеюсь, что победят, и будут качественнее следить за реализацией своего договора. Вопрос заключается в том, что необходимо привлекать другие подрядные организации из других регионов. Вот я в данный момент с несколькими переговариваю из других регионов и пытаюсь их привлечь на участие в наших кировских тендерах. По собственной инициативе? Да, конечно, да, потому что уже бесполезно смотреть на наших кировских подрядчиков, на их постоянное оправдание, что то им денег не хватает, то им техники не хватает. Хотя, еще раз повторюсь, неоднократно об этом заявлял, что лоты и тендеры разыгрываются на основании, в том числе, коммерческих предложений от потенциальных участников контрактов. Если вы сами выставляете коммерческое предложение, вы соглашаетесь на эти цифры, которые заявлены. Выставляете коммерческое предложение больше, и денег вам будет гмотать, и технику вы будете новую закупать, но вот, видите, тут у нас постоянно какие-то проблемы. Поэтому, мне кажется, необходимо вести переговоры с многородними подрядчиками, для того, чтобы они в конкурентной борьбе участвовали с нашими кировскими предприятиями, и если они победят с лучшими предложениями, мне кажется, это будет только плюс. Но в целом-то у вас есть надежда, уверенность, может быть, в том, что в этом году ситуация с кировскими дорогами кардинально улучшится? У меня есть большая надежда в связи с чем. Потому что в этом году по инициативе областных властей, а именно Минтранса регионального, будет подготовлен единый договор для этих лотов, для этих тендеров с единым гарантийным сроком. Это 4 года. Я убежден, что достаточно более-менее серьезный гарантийный срок, 4 года, и единая система договорных отношений, она будет способствовать эффективному подписанию контрактов и освоению этих бюджетных средств. Потому что подрядчики будут, скажем так, все в одном едином правовом поле находиться, между заказчиком и исполнителем. Поэтому я все-таки питаю надеждой, что ситуация будет выправляться, тем более в план... Господин Перескоков вообще пообещал, что в течение трех лет мы таким макаром приведем дороги в надлежащее состояние. Сегодня ситуация такова, что 82% городских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Они не соответствуют ГОСТу. В планах вот этой программы по увеличению безопасности и пропускной способности городских агломераций, в планах этой программы заявлено, что через три года, через, так, сейчас, секунду, да, через три года городские дороги должны соответствовать на 80%, на 80%, на 80%, так, на 50% ГОСТовским характеристикам. Половину, то есть? Да, половину дорог. То есть, не знаю, как привести дороги в надлежащий вид, если мы заявляем о всего лишь 50% соответствии ГОСТам. Поэтому, мне кажется, нужны дополнительные источники финансирования, дополнительные программы для того, чтобы кировские дороги с ее устаревшей коммунальной инфраструктурой привести в божеский вид. Дополнительные деньги. Очень сложно всегда у нас за деньгами. Неохотно с ними расстаются. Те, кто ими владеет. Где? Собственно, каким образом? Кого призывать? Тратиться на эти вещи? Хороший вопрос. Бюджет города Кирова и всю жизнь был дефицитный, всегда очень напряженный, тем более в последнее время в связи с выпадающими налоговыми поступлениями. Бюджет сокращается. Искать дополнительных источников сфер финансирования в местных бюджетах, мне кажется, достаточно тяжело. Единственное, надо попадать в федеральную программу. Где можно достать достаточно серьезные цифры, так это только в федеральном бюджете. Я забыл на перерыв у тебя. Может, не уходить? Давай, не будем. Не будем. Что завтра? Такой день праздничный. Мы вот разговариваем. Нормально, давай ты дальше продолжай. Я напомню, что это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Теперь я хотел бы перейти к теме политики. На днях стало известно, что «Единая Россия» проведет праймерис по выборам в Гордуму и на пост губернатора. Там уже обозначены сроки, когда будут приниматься заявления от желающих выдвинуться в депутаты от «Единой России». Затем кандидатам нужно будет принять участие в дебатах. Само голосование назначено на 28 мая. У меня вопрос логичный. Я думаю, что «Справедливая Россия» нечто подобное планирует? Я бы хотел поделиться своим мнением. Ну и мнение, конечно, о том, что будет делать «Единая Россия». Об этом проекте, проект под названием «Праймерис». Это моя точка зрения, я ее часто озвучиваю. Вопрос заключается в том, что авторы и реализаторы идеи проекта «Праймерис» говорят нам о следующем, что главная задача этого «Праймерис» заключается в том, чтобы отобрать качественные и лучшие кадры для того, чтобы они попали в органы исполнительной власти, муниципальной власти. Мне кажется, все-таки здесь немного есть лукавство. Почему? Потому что, на мой взгляд, «Праймерис» – это политтехнология. Она решает несколько задач, главная из которых – это мобилизация ядерного электората. Это делается для того, чтобы сконцентрировать своих собственных избирателей вокруг своей партии или своих кандидатов. Для того, чтобы напомнить им о выборах, для того, чтобы попытаться заставить их прийти в день выборов на участке для голосования. Вторая задача, которая стоит перед этой политтехнологией – это выявление и мобилизация потенциальных агитаторов. Потому что я прекрасно знаю, как организуется этот проект. Часто такое бывает, что, когда выдвигается, например, директор какого-то предприятия или завода… А, как правило, он и выдвигается. Как правило, он и выдвигается. В зале для голосования по «Праймерис» и в зале, где происходят вот эти самые дебаты, присутствует большинство сотрудников и работников этого самого завода. Естественно, когда происходит уже непосредственно голосование, все мы прекрасно понимаем, за кого будет отдан голос. Поэтому здесь вторая задача – это мобилизация агитаторов. На этих мероприятиях выявляют агитаторов и ищут агитаторов, которые будут участвовать в политических проектах, которые будут участвовать в так называемой технологии сетевого маркетинга. Приди сам и приведи 10 своих друзей или родственников. Ну, это технологии избитые, известные, они работают давно, и Кировская Единая Россия постоянно использует эти проекты. И лишь в четвертых, четвертая задача – это выявление потенциальных, активных, целеустремленных кандидатов, которые будут участвовать в выборах. Так вот, из того, что я сказал, мне кажется, что главная-то все-таки задача – это мобилизация и электората, и агитаторов. А выявление потенциально сильных кандидатов, мне кажется, отходит здесь на второй план, потому что в большинстве своем потенциальные кандидаты уже давным-давно известны. Так, я делаю вывод о том, что такая метода для справедливой России неприемлема. Вы знаете, во-первых, чтобы реализовать идею праймерис в таких масштабах и в таких объемах, как это делает Единая Россия, у справедливой России нет, к сожалению, столько кандидатов потенциальных. Почему? У нас же принято и интереснее попасть в списки правящей партии. Включается… Ну, почему же? Я думаю, многие уже в последнее время как-то протестно мыслят. Нет, нет, только Единая Россия. Мыслить протестно могут очень много людей, зато когда объявляются выборы, кандидатами почему-то становятся вот Единая Россия. Почему? Потому что здесь включается на полную катушку административный ресурс, здесь всячески помогают, здесь чиновникам на местах ставятся определенные задачи, и поэтому в выборах можно и не участвовать, можно сидеть дома, читать газеты и ждать дня голосования. Выборы сделают за тебя другие люди. А чтобы участвовать в выборах от оппозиционных партий, приходится вкалывать, приходится доказывать ежедневно свою точку зрения, приходится отстаивать перед избирателями свои позиции, приходится драться на политической арене. И это достаточно тяжело и трудозатратно. И поэтому и от оппозиционных сил выдвигаться в кандидаты не каждый желает, и очередь среди кандидатов у нас пока, к сожалению, не стоит. И поэтому технология праймерис, по крайней мере сейчас, для нашей партии не совсем актуальна. У нас гораздо актуальнее это участие, скажем так, во внутреполитических консультациях и совещаниях у нас есть... То есть, твоя концепция сработает? Конечно, у нас есть районное отделение, у нас есть руководители районных отделений, активы, у нас есть совет регионального отделения, у нас есть съезд партии на региональном уровне, который все решения принимает, который смотрит потенциальный кандидат. Технологию праймерис Единой России на днях критиковал и лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев. То есть, в принципе, я с ним согласен, да? Если он критиковал эти технологии, то я с ним согласен. Могу привести цитату. Грядущие так называемые праймерис проводятся с целью сбора паспортных данных и иных данных избирателей, чтобы на сентябрьских выборах использовать их, как говорится, по назначению. Ну, я думаю, что не совсем так экстраваганто, как заявляет Сергей Павлиныч, но еще раз повторяю, что здесь все-таки главная задача – это мобилизация. Мобилизация активистов, мобилизация агитаторов, мобилизация ядерного электората. И это как раз проект, связанный именно с выборами. Конечно, конечно. Это выборный проект. Да, выборный период, и все это делается исключительно для этого. Хорошо, сейчас небольшая у нас пауза будет, буквально пару минут, и мы продолжим. Напомню, что это особое мнение депутата Кировской городомы Алексея Кузьмина. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение депутата Кировской городской думы Алексея Кузьмина. Я еще хочу вам вопрос, Алексей, задать про действия кировских коммунистов. Они в последнее время активно предъявляют претензии к временно исполняющему губернатора Кировской области. Например, выходили к зданию не единожды, по-моему, уже. Выходили туда, чтобы выразить протест против антинародной политики Единой России и временно исполняющего губернатора Игоря Васильева. Такая интересная формулировка. Единой России и в Рио губернатор. Действительно антинародная политика? Или это такой же предвыборный мир? Вы знаете, выборы на носу кировским коммунистам все меньше и меньше остается маневров для политических заявлений. Поэтому им приходится всегда искать какого-либо врага. Не важно, на какой он стороне, не важно, чем он занимается, лишь бы был какой-то враг. Предыдущий глава региона тоже с ним складывались отношения. Ой, как непросто. Я поэтому и говорю. Поэтому здесь заявления кировских коммунистов я бы счел, скажем так, естественно, в том числе политическим пиаром. И оценивать всерьез их заявления в последнее время немодно. Потому что их политические рейтинги тают, рейтинги их руководителей точно так же безнадежны и низки. И поэтому, как мне кажется, безосновательные губернаторские амбиции Сергея Павлинича Мамаева, они все меньше и меньше заслуживают какого-либо внимания. Что касается действующей команды в Рио губернатора, действующих лиц в областном правительстве, министров, то, мне кажется, еще преждевременно давать какую-либо положительную, либо отрицательную оценку их работе. Потому что им надо дать время. Те движения, те инициативы, которые проявляет действующая команда, они носят и позитивный, и положительный характер. Мы это видим, мы это наблюдаем. Но огольно поддерживать и кричать двумя руками «за» или «против», мне кажется, пока не стоит. Имеем в виду команду действующих, которые находятся у руля нашего региона. Хорошо, еще есть несколько тем, по которым хочется задать вам, Алексей, вопросы. Например, заинтересовала очень многих депутатов и общественность инициатива законодательная, внесенная депутатом Сергеем Редькиным в областное ЗАГСобрание, кстати, коллега ваш по «Справедливой России». Закон инициатива заключается в том, чтобы запретить самовыдвиженцам идти на губернаторские выборы. Основание для этого участие в выборах от партии гарантирует отсев кандидатов, не имеющих четкой программы и не нацеленных на поступательное развитие региона. А вот, пройдя через партийные тернии, ты будешь более таким крепким и грамотным человеком, если будешь на губернаторский пост. Насколько вы считаете, оправдан эта закон инициатива? Кстати, ее перенесли в рассмотрение с февраля на март. Просто я вспоминаю, насколько она активно, тяжело обсуждалась, когда принималась, собственно, вводилась в нашем регионе в 2014 году. А вот теперь мы ее отменяем, пытаемся... Действительно, мы эту инициативу, эту идею обсуждали. Достаточно дискуссионный был вопрос. Но мы считаем следующее, что действительно партия представляет интересы нескольких тысяч человек. И если кандидат проходит жернова партии, предлагает свою программу, свою концепцию развития региона через партию, и в партии эти концепции обсуждают, то та фигура становится более весомей. Она уже представляет интересы не самого себя, не своей семьи, соседа по подъезду. Она представляет интересы нескольких тысяч однопартийцев. Поэтому такая инициатива о партийной принадлежности кандидата к губернатору, мне кажется, она положительная, она должна позитивно сказаться на политической карте Кировской области. Ну, отношение к самому движенцу, знаете, такое было в моем понимании, как героем, как героем, вот человек из народа, сам пробился, несмотря ни на какие политические движения, вот он идет с гордо поднятой головой, и вот, казалось бы, за эту выдающуюся личность нужно идти и голосовать. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что там очень серьезные требования и ограничения. Ну, конечно. Есть муниципальные фильтры. В тех же партиях нужно подписи, не нужно подписи собирать, а тут нужно подписи собирать. Просто зачем сейчас выносить эту инициативу, хотя, когда сама по себе-то она трудно реализуема, действующая, самому движенцу пробиться. У нас ведь был один самому движенец, да, в 2014 году, на губернаторском... Который победил. Да. Не победил. Или победил? Победил. А, победил, да, все. Победил. То есть, в этой ситуации есть еще опасение, что на губернаторских выборах будут выдвинуты так называемые спойлеры, которые не будут представлять интересы кого-либо, кроме себя, и будут сугубо находиться в списке, и тем самым оттягивать голоса у политически выдвинутых кандидатов. А по времени, почему, как не сейчас, эту инициативу предлагать, потому что на носу выборы губернатора. На носу губернаторская кампания, мне кажется, она будет достаточно насыщенной у нас в регионе. Еще пройдемся по городским делам. Новость, появившаяся не так давно, и, собственно, возмутившая, наверное, взволновавшая многих жителей города. Речь идет о том, что на продажу за 200 миллионов рублей выставлен недострой. Так просто его будем называть, на территории паркового дворца пионеров. Это объект, тот самый Тараспорт. Даже на популярной интернет-площадке можно соответствующее объявление найти. У многих, собственно, возникли опасения, что этот объект может превратиться в нечто другое, например, в торговый центр. Городская администрация, в общем-то, достаточно быстро отреагировала, еще раз напомнила о том, что там могут размещаться только спортивные объекты, что никакого торгового центра там и быть не может. И, в общем, успокойтесь, дорогие жители города. У вас есть уверенность, что эта история, она ничем таким не закончится? В этом вопросе, в этой истории редко такое бывает. Но я поддерживаю администрацию города с их заявлениями о том, что... Молодцы ведь отреагировали буквально, потому что следующий день сразу появился. Да, что зона назначения там Р-5, это именно зона спортивных объектов и рекреационная зона, и поэтому достаточно проблематично там будет заявить что-то совсем другое, например, торговый центр, потому что придется менять зону назначения. А изменять зону назначения может только Городская Дума. Я думаю, что не найдется много желающих среди депутатов Городской Думы, которые пойдут против общественных убеждений, общественных опасений и начнут эту зону менять. Ну, к сожалению, у нас, конечно, всякое бывало. Но я думаю, до такой степени не докатимся. И это первое. Во-вторых, при строительстве этого объекта лично у меня изначально были опасения, что вообще начнется ли оно, это во-первых. Во-вторых, не возникнут ли проблем и не схема ли это по отрабатыванию кредитов. То есть, мне кажется, там главная была задумка не в земле, а в кредите. Но это уже задача разобраться компетентным органам. Я знаю, что были поданы заявления и федеральной прокуратуре, и федеральной МВД. И я думаю, компетентные органы должны разобраться в этом вопросе. Поэтому каких-либо заявлений тут делать бессмысленно. Это, во-первых. Во-вторых, земля принадлежит области. И поэтому это, опять же, к сожалению, не компетенция городских властей. И как-то надавить, оштрафовать, либо заставить, достраивать, либо пересмотреть полностью эту стройку городские власти. Или мы, как депутаты городской думы, мы не имеем ни полномочий, ни прав именно в этом вопросе. Поэтому здесь все вопросы лежат исключительно на областной власти. Но как, по вашему мнению, по совести, по справедливости поступить? Он недостройщик, у компании-застройщика, Коперник, денег нет, чтобы дальше продолжать работать. И вот это такое пятно непонятное, неприглядное, и оно находится в довольно симпатичном месте. Вот что делать? Как горожанин? Сносить, разбивать парк там снова, озеленеть? Как горожанин, как муниципальный депутат, все-таки моя мысль следующая, чтобы было бы хорошо, если бы этот объект выкупил потенциальный инвестор, который вложил бы дополнительные средства в стройку этого объекта и создал там действительно спортивный объект. То есть это пойдет на пользу всему микрорайону, и для этого бизнесмена это также пойдет на пользу, потому что этот объект был частный, коммерческий, он будет приносить ему прибыль. Но это такая лучезарная мечта. Вот так бы в идеале, конечно, хорошо. Но зная наши реалии, у нас может происходить все, что угодно. Все, что угодно. И это вызывает опасения. И поэтому еще раз призываю, чтобы в этом вопросе разобрались компетентные органы. А, кстати, 200 миллионов, вот эти, на ваш взгляд, мало? Много? За такой объект или затрудняетесь давать оценку? Вот интересно посмотреть, как будет развиваться история. Купят или не купят? Узнаем мы об этом или не узнаем? К сожалению, часто такое бывает, что жители города Кирова в последнюю очередь узнают о стройках, о каких-либо объектах, которые вводятся в эксплуатацию. Они узнают только по табличкам о заборах, либо по сданному объекту, сданной табличке. Ну, мне вот, кажется, мое личное мнение, уж позвольте мне его высказать, в последнее время общественность, да, и активисты, которые поднимают все время тему этого парка, у Дворца пионеров, если его так его по-простому называть, но они уже добились все-таки определенных успехов, держат руку на пульсе. Если что-то пойдет не так, то они, в общем-то, это общественное мнение снова поднимут. Есть у вас такое ощущение? Ну, хочется верить... Как-то быстро отреагировать. Хочется верить, что активность кировчан будет, в принципе, всегда высокая, потому что при низкой активности властям, что городским, что областным, дозволено все и развязаны руки. Поэтому, чем больше будет активности среди кировчан, тем больше будет ответственности среди властей. Поэтому, безусловно, и в этом вопросе нельзя отводить руку от пульса и держать этот вопрос на контроле. И мы в городской думе, естественно, этот вопрос будем точно так же держать на пульсе. Ну, видимо, я успеваю поднять последнюю тему. У нас остается три минуты до конца беседы. Это команда «Родина». Ее теперешнее и нынешнее положение. Это последнее место в турнировой таблице. Уже нет никаких шансов попасть в плей-офф. И вспоминая события недалекой давности, создавался попечительский совет. Какой был призыв, обращен к людям бизнеса. И озвучивалась сумма 40 миллионов рублей, которую надо собрать, чтобы продолжала Родина участвовать в высшей лиге. И вот такой исход. Слишком рано все-таки делать еще выводы, на ваш взгляд. За такой короткий промежуток нельзя добиться больших успехов. Как вот эту ситуацию оцениваете? С большим вниманием со стороны регионального правительства, с покупкой этих абонементов на домашние матчи Родины. Вы знаете, современный большой спорт – это современный бизнес и большие деньги. Без больших денег существование такой серьезной команды в высшей лиге обречено на провал. И главная задача и попечительского совета, и региональных властей, и спортивных властей в том, чтобы найти все-таки титульного, большого, настоящего генерального спонсора, для того, чтобы он взял на свои плечи спортивную команду, потому что большой клуб нужен этому городу. Без большого спорта не будет кумиров, не будет развиваться детский спорт, не будет зрелищности на стадионе. Этому городу нужен большой хоккейный клуб, и, к сожалению, с каждым днем, смотря на спортивные результаты нашего хоккейного клуба, хочется только погрустеть и опечалиться. Но я думаю, что ситуация должна выправляться, надо опять же дать время и надеяться на следующий сезон, что в следующем сезоне все-таки спонсоры будут найдены, финансовые вопросы урегулированы, и клуб начнет занимать призывание. Генеральный спонсор-то, кстати, есть у нашей команды «Родина». Лишь бы он деньги дал. ООО «РЖД». О чем сказано на главной странице официального совета «Родина». Мы, конечно, не знаем, как там строятся отношения, какие там финансовые потоки со стороны генерального спонсора, но саму историю создания попечительского совета как оцениваете? Сама инициатива, сам механизм – это вполне нормальная практика. У спортивных клубов существуют попечительские советы. Люди, которые заинтересованы в поддержке спорта, они готовы финансировать этот спорт. Мне кажется, идея – это правильно. Именно в этом направлении надо развиваться. По-другому я не вижу спасения. шансы на спасение «Родины», кроме как создания и активная работа попечительского совета. Еще раз повторяю, что должен быть активный генеральный спонсор, титульный спонсор. Он должен не просто фигурировать на футболках и на задниках рекламных баннеров, но он должен давать деньги. Без денег не будет спорта. Еще бы было хорошо, не только бы генеральный спонсор был не только у «Родины», но и других замечательных команд, которые есть в нашем городе. И футбольный футбол. На этом завершаем нашу беседу. Благодарю Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Давайте все-таки с 23 февраля пару слов. Защитникам Отечества. Хочу нашим уважаемым кировчанам, защитникам Отечества, сказать самые теплые и искренние слова благодарности. Желаю бодрости духа, желаю не увядать при всех наших городских и областных проблемах, желаю сопротивляться всем невзгодам и напастям, болезням, желаю, чтобы самое главное в семье была теплота и комфорт. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания.